в это время когда вот началась пандемия перед вернее вот этим бог мне дал слово из псалма что он приготовил трапезу на виду у врагов наших что самое интересное все на дальнем переводе написано в виду наших врагов я честно просто не думал об этом но я не понимал виду вот трапезу виду что мы будем есть наших врагов а оказывается там написано на виду у наших врагов то есть когда вот будет проблемы мы будем трапезничать и враги наши будут смотреть и бог мне показал что наши враги вот в этом сезоне это кризис и второе это болезни вот что касается пандемии и мы на виду у всего вот этого на виду кризиса на виду у пандемии бог нас будет благословлять и ко мне такое было слово хотя я не могу сказать что я такой был проповедник которая постоянно вот это высвобождает да но вот не бог конкретно сказал высвободи вот скажи что бог будет благословлять в это время машинами квартирами бизнесами и я даже взял вот снял в видео и это слово высвободил и буквально через месяц началось вот у нас вот эта пандемия кризис такой вот трясти до начала трясти конечно вообще было такое и это слово на какое-то время даже испытала меня я потому что сам попала в ситуацию такую когда все вы знаете церковь закрыта нам нужно платить за аренду продолжать причем сто процентов а там аренда большая пожертвования все полностью то есть вот но несмотря на это бог начал очень сильно благословлять я уже по моему свидетельствовал на том вот прошедшем эфире что за год мы вот женой посчитали что мы посеяли просто вот на благотворительность вот мы кормили людей покупали тоннами еду в пакистан мы благословляли кого-то машинами благословляли полмиллиона долларов за год лично мы вот наша семья посеяла это не просто чтобы повод возгордиться но это как свидетельство свидетельство того что я сам не имею денег таких если сейчас тебя не осталось меня вообще нету ничего да но бог вот через нас просто показал что его слово оно сильнее всего если бог говорит значит будет так и конечно же самое главное это сердце сохранить не возгордиться и чтобы вот мы думали конечно же о ближних но в нашем случае эти деньги пошли все на служение вот людям богу мы много кому помогали это реально было свидетельство чудо и мы я хочу сказать вы знаете что слово божье говорит что бог благослови вид тебя если он это говорит это так и произойдет и я сейчас хочу вот просто поделить по поделиться кратко некоторыми принципами которые некоторые верующие просто не знают не понимают то есть вот и конечно же не применяют его вы знаете как бог творил землю и вообще человека и и вот все 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 что мы видим написано словом и духом святым то есть это все дух святой творил землю творил это по происходило мгновение сразу это не процесс какой-то знаете эволюции или что-то это сразу бог сказал чтобы земля стала и она стал то же самое человек человек это сразу вот про просто в секунду начало все происходить благодаря тому что бог слова говорил и дух святой там ну то есть это все творил дух святой и я хочу сказать что этот принцип работает до сих пор писание говорит жизнь и смерть во власти языка то есть у нашего языка есть сила и власть жить или умереть ходить в благословение или в проклятие ходить в болезнях или ходить в божественном здоровье то есть мы вот то что мы говорим это будет происходить так написано в писании но я вам хочу сказать одну вещь что когда это все в духе святом это начинает как высвобождается сила творения именно сила нет сила чудо творения то есть в тот момент когда бог говорил слово было чудо творение начало все происходить человек земля небо солнце и так цветы животные и то же самое сейчас писание говорит что что мы образ и подобие божий бог это творец я хочу сказать мы подобие бога мы творцы мы творцы как минимум жизни своей и так говорит писание это не то что знаете гордыня какая-то ну сам бог так сказал в чей власти жизнь твоя жизнь и смерть во власти языка то есть не вы не во власти даже бога может быть это кому-то покажется ересью но сам бог так сказал многие люди умирают потому что они не то говорят и многие люди живут потому что они правильные слова говорят это сто процентов это факт многие люди болеют из-за этого потому что они говорят неправильные слова и мы просто не понимаем что у наших слов есть сила творения но когда это в духе святом происходит сила чудо творения именно чудо творения и вот я сразу хочу сказать сейчас свидетельство на последнем воскресном служении вот бог сказал мне вот это слово я сказала и сказал что давайте прямо сейчас будем практиковать мы сначала помолились вот чтобы присутствие божие наполнила церковь и всех людей и я сказал теперь давайте высвобождать слова именно творение вот то что вы хотите сотворить мы должны это говорить чудеса финансовый рост бизнес и просто провозглашать такие слова что я благословенный человек да я святой человек они знаете кому-то это надо сказать потому что кто-то живет вы должны понять вот скажи я святой я чистый человек это сила чудо творения она сделает из тебя такого человека и то же самое долги закрыты вот вы говорите это и это будет происходить и поэтому я прямо сейчас предлагаю помолиться и я поведу вас в это да господь мы вместе прямо сейчас будем с вами творить именно творить дорогие друзья бог нам дал власть не только над демонами не только над болезнями но и также власть над нищетом они над какими-то обстоятельствами ситуациями потому что многие люди они вот мы 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 так устроены мы хотим чтобы кто-то вот что-то решил многие хотят таблетку какой-то но вы должны мы должны понять у нас есть власть остановить всякое поражение в нашей жизни поэтому как псалом как в псалме написано воспрямь то есть вот ну встань все у тебя есть сила прямо сейчас остановить все всякое зло в жизни аллилуйя аллилуйя и я хочу это сделать и мы хотим сейчас а можно я вопрос задавал вам а как бы я сейчас услышал я хочу чтобы люди тоже как бы этот услышали а то что или я сказал мы можем творить да но если человек грешник изначально ему нужно покаяться со своих грехах он говорит да да то есть это чтобы люди услышали поводки что грешник если не покаяться своих грехах все остальные слова не имеют абсолютно никакой силы аллилуйя поэтому я предлагаю вам прямо сейчас призвать иисуса христа в жизнь свою писание говорит всякий призывающий имя господне будет спасен и также мы должны понять что в иисусе христе есть прощение всех наших грехов всех он умер за наши грехи за наши болезни и за наши немощи и также мы должны знать что на кресте не только наши грехи наши немощи но и также наша нищета написано на кресте он обнищал ради нас чтобы мы обогатились его нищетой то есть на кресте на голгофском кресте есть все необходимое что нужно нам там есть святость там есть наше здоровье и там есть наше процветание то есть есть наше благословение я лично верю что верующий человек должен жить хорошо на этой земле я верю так я служу в многих странах особенно в нищих таких странах проклятых странах ну я не побоюсь вот этого слова я ни в коем случае не хочу оскорбить какую-то нацию но это есть вот например пакистан вот последнее время мы много служим там я когда приезжаю мне у меня сердце честно разрывается от нищеты хотя бы страна богата ресурсами своими там есть все нефть газ есть там все вообще там растет вот все у нас такого нету что есть там но при этом люди живут в глубокой нищете умирают от голода и я понимаю что вот это вот понимаете жизни христа нет да да вот это только может я понимаю никто тут не может ничего сделать никто не ну никакой человек никакая система программа не в силах изменить вот ну вот эту только христос только христос только гореть пример аминь да можно и северная аминь разница не выбрали коммунист другие выбрали христа и разница умер да поэтому мы должны понять в иисусе христе есть все что нужно нам все есть там и там полное прощение для нас поэтому давайте сейчас если вы у своих экран и вы еще никогда в жизни не призывали иисуса христа в жизнь свою я вам сейчас помогу но вам нужна вера вот просто с верой мы сейчас прочитаем скажем эту молитву и призовите жизнь свою иисуса иисуса христа также если вы может быть отпали вот от веры отпали от этой благодати вот мы также помолимся и вы поверьте что бог вас он воспринял писание говорят говорит приходящего ко мне я не изгоню вон послушайте дорогие друзья бог никогда в жизни никогда не отвернется от тебя никогда ты можешь сам уйти от него история с блудным сыном не отец ушел от сына но сам сын от него ушел но ты можешь в любое время вернуться книга вернуться к нему и он будет всегда ждать тебя и он никогда не откажется от тебя давайте помолимся отец небесный повторите за мной я сейчас прихожу в этой молитве я отрекаюсь от всех своих грехов и я призываю тебя иисус христос в свою жизнь стань моим богом и спасителем я верую в тебя что ты умер на голгофском кресте за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание я благодарю тебя господь за дар вечной жизни и за прощение всех моих грехов они вот эта молитва дорогие друзья если вы с верой призвали сейчас иисуса христа вы приняли спасение и прощение всех своих грехов это так говорит божье слово всякий написано всякий никто-то избранный а всякий кто призовет имя господне будет спасен все когда вы призвали иисуса христа жизнь свою вы получили полное прощение всех своих грехов и божья благодать поможет вам больше не жить жизнью прежней и также давайте сейчас помолимся вы знаете есть дух святой это сила великая сила которая есть на земле и он желает иметь общение с нас с нами и дух святой хочет двигаться через нас и мы должны знать что у духа святого есть сила чудо творения творения дух святой так же как и в начале бытия когда он творил землю он до сих пор творит написано что бог творит все новое это все дух святой дух святой сейчас творит я верю прямо сейчас дух святой творит исцеление вот кто-то нуждается в исцелении аминь я верю он также прямо ну я верю в это что он будет творить финансовые чудеса вы знаете это не какая-то манипуляция бога но это принципы аминь действует бог да так написано в писании если мы верим то мы получаем и этот при принцип когда мы говорим слова жизни и смерть во власти языка вот когда мы говорим слова жизни благословение дух святой творит это благословение в жизни твоей и поэтому давайте сейчас помолимся я сначала хочу за вас помолиться пусть божие присутствие наполнит то место где вы находитесь и вот атмосфера чтобы она зарядилась славы веры и помазанием духа святого во имя иисуса христа сейчас дух святой двигайся в нас так как хочешь ты мы признаем тебя как бога и как творца и ты сейчас с нами и ты сейчас в нас и мы знаем что ты хочешь а иметь общение с нами близкие близкие отношения с нами и прямо сейчас наполни нас наполни то место где мы находимся своим присутствием своей славы пусть всякая неверия прямо сейчас уйдет во имя иисуса христа и я высвобождаю прямо сейчас прямо сейчас силу чудо творения во имя иисуса христа я высвобождаю помазание духа святого и я высвобождаю открытые небеса над вашей жизнь во имя иисуса христа дух святой делай то что ты хочешь и прямо сейчас повторяйте за мной слова я вам просто помогу но потом вы должны дома всегда говорите это высвобождайте всегда хорошие слова никогда не говорите что у меня ничего не будет что я проклятый человек что я больной человек что я умру в нищете что у меня нет никогда такого не говорите всегда говорите слова веры дорогие друзья поверьте что это работает и вот свидетельство я так и не сказал вот воскресенье в это воскресенье я так сказал и мы с церковью на начали в духе святом было очень мощное присут присутствие духа святого и мы начали просто говорить слова веры и вот я когда ехал в питер мне позвонила сестра одна и она сказала я хочу поделиться свидетельством она удержать да она занимается во вайлдберрис площадка такая она продает определенные товары вещи товары много месяцев у нее вот просто ничего не покупали очень мало покупали очень мало и вот она говорит после воскресенья как ты сказала это я там говорила я просто повторял умножение вот и она сказала конкретные цифры насколько будут будут у нее продажи и она говорит что самое интересное после служения вышла открыла телефон и у меня сразу там в несколько десятков раз вот то что умножение продолжение и так до сегодня до вчерашнего дня вот у нее каждый день умножение я хочу сказать это не то что знаете я вот там нет это дух святой это сила чудотворения аминь это сила слов которые села веры сестра она поверила и она сказала вы поэтому должны вот сейчас говорить слова вера писание говорит мы веруем посему и говорит поэтому поверь и вашей дано будет вам если вам нужно умножение в бизнесе чтобы туда пришел прорыв чтобы закрылись долги дорогие друзья у нас есть власть такая сила такая давайте я сейчас буду начинать просто высвобождать вот эти слова повторяйте за мной коротко во имя иисуса христа я высвобождаю помазание присутствие огонь духа святого и мы с верой провозглашаем слова что все долги закрыты во имя иисуса христа я с верой провозглашаю что я правильный я святой я чистый во имя иисуса христа я божий человек просто повторяйте за мной и прямо сейчас я высвобождаю силу чудотворения умножения бизнеса прорыв финансов закрытие долгов я с верой говорю что мой дом служит господу мои дети научены господом я с верой провозглашаю что ранами иисуса христа я исцелён я благословенный человек я ничего не боюсь потому что бог со мной во имя иисуса христа я прямо сейчас высвобождаю силу чудотворения закрытие долгов во имя иисуса ипотек кредитов во имя иисуса христа аминь можете дальше повторять и высвобождайте в духе святом эти слова я вас благословляю аминь хочешь проповедовать евангелие мы верим что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело мир вокруг преобразится участвуй благотворительных программах тбм стань настоящим проповедником евангелия прямо сейчас